Итак, я приглашаю первого докладчика Ершов Владимир Александрович, образовательная платформа Юрай. Прошу. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Как бы тема такого общего характера, и я понимаю, что для коллег по секции ничего нового не прозвучит, но мы в этой теме всегда ориентируемся на наших коллег и потенциальных коллег, каковыми являются наши авторы и будущие авторы. Это преподавательское сообщество, и те какие-то элементарные и ликбезные вещи, они в первую очередь ориентированы на них. Вот, ну и так вот я уже некоторые вводные слова сказал, теперь давайте начнем. И еще раз перед коллегами по секции заранее принесу извинения, если тут будут звучать какие-то общие места истины. Вот, и так, мы всегда обращаем внимание наших потенциальных авторов на такие элементарные вещи, да, вытекающие из четвертой части ГК. Кто является автором результата интеллектуальной деятельности? Да, это, конечно же, гражданин, чьим творческим трудом создан такой результат. И что никто не признается автором результата интеллектуальной деятельности? Соответственно, граждане не внесшие личного творческого вклада в создание такого произведения. Почему мы на это обращаем внимание? Потому что в издательской практике, в учебной литературе очень часто, когда произведение уже где-то издавалось, а мы переиздаем, присутствует кто-то более статусный в свое время. И он фигурирует как-то там на обложке в составе коллектива и так далее. И, предположим, он не вносил никакого творческого вклада в создание произведения, но по каким-то личным причинам в свое время был включен и фигурирует в качестве номинального автора. И это создает проблемы для автора, потому что приходится каким-то образом организационно решать, договариваться, либо включать этого человека по-прежнему в состав коллектива и выплачивать ему гонорары и так далее, указывать распределение долей и многое другое. Либо каким-то образом получать подтверждение, что он таки не является соавтором и не является правообладателем и ни на что не претендует. Перечень объектов авторского права у нас, естественно, больше всего интересуют литературные произведения, но почему мы обращаем внимание также и на иные объекты авторского права, предусмотренные ГК, потому что учебный контент, особенно современный учебный контент, не может ограничиваться только лишь текстом. В нашей практике это еще и видеоматериалы, ссылки на внешние источники и так далее. И всегда, когда в рамках учебного курса используются данные формы контента, мы призываем наших авторов, ну и сами, естественно, проверяем, чтобы тот контент, который не является собственно текстом произведения, чтобы правообладатели соблюдались. А также мы всегда обращаем внимание на то, используется ли текст официальных документов и так далее. Все то, что не является объектом авторского права согласно Гражданского кодекса. И здесь нам как раз таки очень помогает сотрудничество с антиплагиатом. И, соответственно, даже когда оригинальность произведения низкая, но мы понимаем, что использован контент, не являющийся объектом охраны авторского права, то, соответственно, проблем никаких не возникает. Другое дело, что мы все-таки смотрим на то, чтобы этот контент соответствовал целям той учебной дисциплины, по которой разрабатывается данный курс. То есть это не просто так создать некую компиляцию из документов и так далее. Все-таки это должно быть объективно продиктовано логикой учебной дисциплины. Виды прав и сроки действия. Опять же, это для наших авторов и потенциальных авторов, соответственно, исключительные личные, неимущественные и иные права. И способы их передачи. Способы передачи, в общем-то, известные. Тоже они все оговорены в гражданском кодексе. Ну, естественно, мы, как полагаю, и все издатели, ориентируемся на заключение долгосрочных и лицензионных договоров. И, как правило, эти договоры являются договоры на исключительную лицензию, что связано с тем, что мы все-таки несем определенные затраты на производство, на продвижение и так далее, на дальнейшее развитие. И заинтересованы в том, чтобы стать правообладателем на достаточно длительный срок. Также в нашей практике в последнее время стали достаточно массовыми безвозмездные лицензионные договоры. Иногда возникают такого рода претензии, что это не очень справедливо, что когда автор затратил свой труд на создание, а в результате не получает гонорар. В то же время безвозмездный договор – это намного проще в администрировании и более широкие возможности для обмена информацией, цитирования и так далее. И безвозмездные договоры в нашей практике – это, как правило, не учебный материал, а научный, то есть монография, поскольку понятно в большинстве случаев, что монография больше нужна самому автору для каких-то целей. Но при этом, если она может быть интегрирована каким-то образом в учебный процесс, использоваться как докматериал при изучении курсов на нашей платформе, то мы принимаем такой контент, заключаем договор, но, как правило, он является безвозмездным. И, соответственно, мы сами предоставляем безвозмездный доступ на нашей платформе к этому материалу. Это вот то, что я сказал, более широкие возможности для обмена информацией. То есть все достаточно справедливо в этом случае. Достаточно важна тоже в нашей практике проблема служебного произведения, поскольку большинство наших авторов являются вузовскими преподавателями. Очень часто они писали свои материалы в рамках какого-то служебного задания. При этом в большинстве случаев они не имеют ни малейшего понятия о том, что это было в рамках служебного задания. И что права, кроме личных неимущественных, то есть собственно авторства, принадлежат на самом деле не им, а работодателю в лице вуза. И в связи с этим мы вынуждены запрашивать документы из вуза на согласие вуза на отчуждение исключительного права в пользу собственно автора с тем, чтобы он мог его предоставить издателю. Хотя в некоторых случаях, если что-то очень ценное, то и варианты с неисключительной лицензией тоже возможны. Но это является скорее исключением, чем правилом на данный момент. Что теперь немного о классификации произведений тоже, то что касается гражданского кодекса, оригинальные, производные, составные. И здесь тоже нам в частности помогает антиплагиат при анализе, когда довольно-таки часто мы обнаруживаем, что целыми фрагментами используются материалы чужих произведений. И даже, может быть, оформляется цитирование, но тут возникают вопросы с обоснованностью такого цитирования. И казалось бы, что это произведение может квалифицироваться как производное или составное, если это речь, например, о хрестоматии. Но если авторское право на использованный контент еще не истекло, то получается, что нужно согласие правообладателя на использование в составе этого производного или составного произведения, что создает дополнительные организационные и материальные сложности, в результате чего такие произведения, ну если только не хрестоматия из классиков литературы, они, по сути дела, к сожалению, уходят из издательской практики, во всяком случае нашей, потому что мы достаточно высоко оцениваем риск несанкционированного использования, чьих бы то ни было материалов, в рамках производных или составных произведений. Теперь, какие варианты в нашей практике, которые, с одной стороны, как бы и проблемы создают, но, с другой стороны, и решают эти проблемы. Это то, что я немного уже говорил в начале, мы активно ориентируемся на переход из, собственно, печатного контента, бумажных книг на цифровой, то есть у нас на учебнике АУ учебные курсы на нашей платформе, которые представляют собой своего рода такие мультимедийные комплексы, то есть сложные объекты авторского права, куда включается и текст, и какие-то контрольно-измерительные материалы, видео и так далее. И во многих случаях авторство у этого контента разное, и мы решаем это следующим образом. В очень многих случаях мы заключаем отдельные договоры с правообладателями, отдельно текст, отдельно контрольно-измерительные материалы, тесты и задания, если, конечно, их автором не является автор самого учебника. Ну и, соответственно, соглашение с правообладателями видеоматериалов. И мы сами в итоге создаем, модерируем эти курсы, сами несем ответственность, и тем самым автор основной части курса в виде текста как бы страхуется. Также мы активно приветствуем использование в наших курсах контента и произведений, на которые распространяется открытая лицензия. В данном случае, я полагаю, это понятно почему. Потому что, когда правообладатель изначально предоставил такую лицензию, то такой контент можно использовать при создании какого-то нового контента. И, соответственно, лицензии Common Creatives, мы очень стараемся на них ориентироваться, особенно в том, что касается видеоматериалов в наших курсах. И сами стремимся издавать материалы, подпадающие под эту лицензию. То есть, ну, тут такой небольшой момент саморекламы. Это публикации на основе мероприятий, проводимых на нашей платформе. Все это издается на основе лицензии Creative Commons. Немного о причинах проблем, возникающих с авторским правом. Ну, вот здесь вы видите такой небольшой перечень. Не будем на них подробно останавливаться. Да, ну, здесь больше то, что касается проблем, связанных именно с лузовскими преподавателями. Общие принципы, как избежать такого рода проблем, тоже, я думаю, это все более или менее понятно. А если презентация будет разослана потом внешним участникам, то, будем надеяться, это станет полезно. А теперь чуть подробнее о том, что относится к организаторам мероприятия, в рамках которых мы сегодня участвуем, то есть антиплагиат, и то, как мы его используем. На что мы обращаем внимание? На неоформленное, либо избыточное цитирование. При этом мы, конечно же, стараемся оценить и квалифицировать. С точки зрения логики дисциплины, насколько нужно это цитирование. Но если оно неоформлено, то, естественно, мы всегда требуем от наших авторов, чтобы таковое имело место. Далее, если мы поняли, что цитирование методически необходимо, но определяем внимание на его объем. То есть, в нашем случае невозможно взять чужой материал и сказать, что вот это моя глава, мой параграф, даже если есть ссылка на первоначальный источник. То же самое касается иллюстративных материалов, использованных при написании учебника. Точно так же мы требуем, чтобы присутствовали ссылки на первоисточник, если это, конечно, не какое-то произведение, давно перешедшее в национальное достояние, общественное достояние. Так называемый самоплагиат. Ну, это, конечно же, не плагиат, потому что речь идет об одном и том же авторе, но это очень важно с точки зрения интересов издателей, когда автор не понимает, что если он заключил договор на исключительную лицензию с одним издателем, то он больше не может отнести этот текст куда-то еще. И точно так же тут нам помогает работа с антиплагиатом, когда мы выявляем, пусть даже фрагменты работ самого автора, мы проверяем, не передавая, несли права на этот текст кому-то еще, и только в том случае, если убедили, что права принадлежат самому автору, тогда заключаем договор и работаем с этим материалом. Ну, что касается присвоения авторства, тут, я полагаю, всем понятно, понятно, такое категорически недопустимо взять чужой материал и сказать, что он мой. Проблема неразделенного авторства, на самом деле достаточно актуальная, такое, к сожалению, встречалось, когда часто бывает кафедральный какой-то учебник, и просто указан весь коллектив. Да, и этот текст оказывается в итоге принадлежащим в равной доле всем, без исключения, неважно, кто что написал. И потом, когда человек по какой-то причине прекращает работать на этой кафедре, идет с этим материалом куда-то еще, и в итоге, хотя он фактически является автором этого текста, то официально он в итоге является нарушителем чужих прав, поскольку когда-то участвовал в произведении с неразделенным авторством. Ну, здесь, опять же, то, каким образом мы решаем эти проблемы, ну, я об этом, собственно, уже немножко остановился, это вот наши курсы, мультимедийные комплексы, как определенные комплексы разнородных материалов, где заключаются отдельные договоры на каждую форму контента. И в завершении, опять же, момент саморекламы, это наше издание по авторскому праву и праву интеллектуальной собственности, что, я надеюсь, будет полезно для внешних участников нашего мероприятия. И в завершении, по традиции, если нас смотрят потенциальные авторы, то с удовольствием приглашаю присоединиться к нашим нынешним авторам по сотрудничеству. Вот на этом, пожалуй, у меня все. Если есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить. Большое спасибо, Владимир Александрович. Пока вопросов в чате нет, я приглашаю всех участников принимать активное участие, присылать все-таки вопросы. Мы их сможем попозже озвучить, если они поступят к конкретному спикеру. А пока у меня такой вопрос. Я знаю, что вы очень плотно работаете с авторами, в частности, с вузовскими авторами. И, ну, кроме того, что призывать их не воровать и не учить студентов воровать, мне интересно, я думаю, что, как и всем участникам, какие конкретные мероприятия, может быть, вы проводите, коль скоро вы стали и с недавнего времени образовательной платформой, в отличие от электронной библиотечной системы, и берете на себя труд разрабатывать собственные кейсы, то вот такой вопрос у меня. Ну, мероприятие – это прежде всего, конечно же, в рамках вебинара. У нас есть подразделение, которое называется Юрайт Академия, и мы проводим учебную и разъяснительную работу, приглашаем специалистов, и в том числе мероприятия по тематике авторского права. Также мы разрабатываем онлайн-курсы, где более подробно рассказываем обо всех проблемах и способах их решения, связанных с авторским правом. То есть они записываются, выкладываются на нашем канале YouTube, на нашем сайте UI.ru, и любой заинтересованный человек может со всем этим ознакомиться. Это то, что касается мероприятий. Ну и с каждым, даже действующим автором, если он что-то нам предлагает, с каждым новым потенциальным автором, специалисты нашего договорного отдела всегда проводят какую-то разъяснительную работу, потому что вот то, о чем я говорил, очень многие вещи, ну, вузовские преподаватели, ну, потому что далеко не все из них юристы, большинство из них, в принципе, не в курсе того, что касается разделения авторства, того, что касается служебного произведения, использования иллюстраций и так далее. Ну, я думаю, коллеги, кто из издательской сферы, в принципе, тоже с этим сталкиваются и понимают. Ну, не знаю, там, учебник по медицине, понятно, невозможно без использования каких-то картинок, да, из анатомических атласов, ну, и тому подобное. Это все, понятное дело, откуда-то копируется и вроде как оно учебным целям соответствует. Но и люди уже, к сожалению, не помнят, где они что-то скопировали, но, к сожалению, мы в таких случаях не используем материал, даже если он очень прекрасен и ценен, просто чтобы исключить свои риски. Так, к сожалению, я вас не слышу. А теперь вы меня слышите? Да, теперь я вас слышу. Большое вам спасибо. И вам тоже большое спасибо. К сожалению, мне придется отключиться. Благодарю вас за внимание, за участие. И надеюсь, что потом смогу ознакомиться с материалами этого мероприятия, когда они будут предоставлены и выложены. Спасибо вам большое. Да, и вам спасибо большое.